А вы со своего? Видишь, как он говорит, ты поступаешь неправильно, а победа будет за нами, потому что мы ее принесем, а не ты. А вы со своего? Мы пытаемся остановить колоколитие на Украине. Так, чтобы наши бойцы не гибли. А что для этого делать? Чтобы остановить колоколитие на Украине, надо предпринять поступление до города, подвесы на Петбачеву. И вернуться на правовое поле после Второй мировой войны. Посмотрите, вы понимаете, что таким образом вы результаты не добьетесь. А мы понимаем, что война прекратится в один день, если народ России поймет, что по Конституции Российской Федерации он является колонией. Вас как зовут? Что прописано в законе. Меня зовут Ромзан. Ромзан, экс-командир взвода спецназа Ахмад. Вы три раза ранен, на четвертый раз нельзя, я бы хотел обратно идти. Вот смотри, почему ты так думаешь, что таким образом мы не решим эту проблему? Хотелось бы услышать ваше мнение. Я могу сказать только то, что я тоже, как-то, сибирь на ране, и я продолжаю сейчас участвовать в том же самом госполе, но при этом, как-то, я своими поступками и делами как раз уж так. Моя задача – спасти ли, папа. Ну, совершенно верно, совершенно с вами согласен. Я тоже тем же занимался, пока был в рядах наших бойцов, но мой командир меня оставил дома, он сказал, Ромзан, хватит, как говорится. У меня очень сложные ранения были, снайпер, почки нету, селезенки нету, аламинок и штуки нету, вот пол шерепа нету, в общем, делов много. Давайте оставим вот это, как бы, да, а все-таки придем к общему мнению, вот почему вы думаете, что то, что мы делаем, не остановит войну? Потому что. Ты был в Марио по рукаме? Да, был. Ты видел мирных? Все видел, коррекция. Ты видел, как они настроены? Да, да, да. Ну, а дальше, как бы, в Украине, если ты делиться, то они настроены совершенно по-другому, молодое поколение настроено на то, что именно агрессивно, как Россия, потому что Россия является агрессором. И ты понимаешь, что пока мы это все не решим, вот именно, как это было в 45-м, ну, в 45-м году, то есть мы не добьемся результата, то есть у нас будет партизанская война внутри нашего государства. Вот смотри, вот твое мнение, вот теперь концепция национально-освободительного движения. Мы говорим, что вот когда мы отменили преступления, это говоря, подписано Горбачевым, сразу же восстановятся границы нашего отечества. И эти границы прописаны и лежат в ООН, никто их не отменял. И вот почему в Украине есть возможность вести эту войну? Потому что страны блока нации, в первую очередь США, снабжают их оружием, деньгами и всем остальным, что им необходимо. Потому что ему тогда на Путина подписали указ о том, что его задержать и арестовать. Но американцы чего угодно подписываются. Как и Гитлер с удовольствием на Сталина подписывал такие вещи. Поэтому я говорю, то есть вот эти вот международные и так далее соглашения, они не будут действовать. То есть только Россия в составе своего государства сможет установить свои порядки и так далее. Я могу ошибаться. Он, поверьте, согласитесь, он побольше нашего, он понимает, и в биополитике, и в политике. Но с временем. Нет. Ребята, вы делаете правильное дело, вы огромные молодцы. Но вы не забудьте, что 27 миллионов жизней в Второй мировой войне, единое отечество, Украина в составе СССР. А по международному праву она до сих пор составит СССР. И если мы, народ, это признаем, просто признаем международное право на нашей стороне, американцы автоматически сваливают с Украины. Потому что это нарушение международного права. Все, война прекращается в один день. Знаешь, сколько Америка нарушала международное право? Ну, я понимаю. Они наглые, циничные. Абсолютно согласен на это. Там, это сиренка. Все верно. Они наглые, циничные. Их гасить надо сарматы на Вашингтон. Вот тогда они заткнутся. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Молодец, Рамзан. Ты хорошо ему объясняешь. Ну, видно, что, понимаешь, вот я с передовой тоже разговаривал с нашим нодовцем. Они, конечно, там, ребята, вы не понимаете. Сейчас все на СВО. Это результат ура-патриотизма. Не-не-не, понимаешь, они живут вот на передовой. Для них вот все. Вот переломный момент там. Они ничего другого просто не видят чисто физически. Они говорят, что вот это гуманитарная помощь. Только это нас спасет. Нет, Михаил, не согласен. Я тоже там был и знаю, что там происходит. Там вот именно среди бойцов находятся определенные люди из пятой колонны, как раз таки, которые вкладывают им вот это ура-патриотизм. Что только вот агрессия, только перебить все население Украины, вычистить Украину, зачистить вот эту ненависть, вот она вкладывается в каждую голову, понимаешь, чтобы без конца убивали бы друг друга. Вот что он говорит. Именно то, что им вложили, то они и говорят. Но видишь, как он говорит, ты поступаешь неправильно, а победа будет за нами, потому что мы ее принесем, а не ты. То есть вот они на передовой, ну, а других рычагов-то нет. Они смотрят в винтовку с тонаперского прицела, и все. Какая конституция, о чем ты, что ты тут рассказываешь, листовки раздаешь? Евгений Алексеевич Федоров об этом же и говорит каждому в своем эфире, что этот ура-патриотизм, он вредоносно действует на наших бойцов. Вот что, вот, вот, пожалуйста, жертву ура-патриотизма. Вот абсолютно неправильно они мысли. Ну, а как ты можешь по-другому мыслить, когда в тебя стреляют, и ты смотришь снайперский прицел, тебе до этого другого времени вообще больше нету. Нет. У тебя отобрали все остальное время. Ну, он как разобрался в этом. Да, вот я как раз знал, да, да, да. Ребят, я вам еще раз говорю. Не могут разобраться, что ли? Дали информацию? Я вам еще раз говорю. Есть время. И могут разобраться. Просто не дают информацию, которая нужна. Вот и все. Ура-патриотизм вкладывается. Вот ура-патриотизм и они разобрались. Так же могли бы и в нодовской теме разобраться, если бы доступ был бы вот... А ты слышал, как он сказал, что типа ты тут стоишь и позоришь? Я вообще, с его слов вообще... Я это не слышу. Нет, ну он сказал, что я воюю, а ты тут, понимаешь, стоишь и тут что-то позоришь. Нет, он позоришь не говорил, конечно, но он имел в виду, типа... Ну типа он воюет, а ты тут непонятно, чем занимаешься. Чем здесь стоять? Ну, чем ты воевал. Вот как он. У него тоже ранение, но его пустили. Ну, понимаешь, да, такой... Но, опять же, он не понимает, насколько важна эта информационная работа и насколько важно победить здесь, внутри России. Он не понимает про колонию, он не понимает про статьи, он не понимает, что он... Даже если мы присоединим Украину, какая тебе разница, что в нынешнем... То есть как в более колонии, так и останется с внешним управлением, как говорится. Да, в нынешнем границе ты колония, либо ты вместе с украиной колонией, никакой разницы. Поэтому сперва надо победить здесь, внутри России и отменить эту колониальную конституцию и объявить суверенитет нашей страны. Вот тогда моментально все изменится и на второй день остановится война на Украине. Ну, это же очевидно просто. А им не очевидно, он этого не видит. Им нет, потому что они жертву общероссийского телевидения, вот этого ура патриотизма. Вот они жертвуют. Вот они как размышляют и думают, примитивно их научили. Вот единственный выход в их понимании это дать в морду так конкретно, чтобы враг больше сюда не приходил. А то, что выйти из колонии мы не вышли, это вот до него не доходишь. Но мы как были колонией, так и останемся. Да, это им неинтересно. А вот то, что они нам тоже отвечают и морду дают, да, вот, и будут давать, потому что у НАТО огромный потенциал, как Евгений Алексеевич Федоров говорит. И сколько жертв мы принесем ради одной этой Украины. А подоспевает и Средняя Азия, Грузия тоже, вот опять там Калашматер. Кавказ тоже, знаете ли, дай бог здоровья, Рамзану Кадырову, да? Но опять же, вот, Кавказ тоже, в любое время может там тоже разгореться, там что, нету шпионов, спящих, лежащих и еще каких-то. Есть, конечно, поэтому внутренняя борьба России, это, я из-за уважения к бойцам не скажу, что это важнее, чем СО, но на уровне СО, это настолько важно, внутренняя борьба и внутренняя победа. Спасибо большое. Вообще, я благодарен этим ребятам, что они нашли смелости, подошли и заговорили. Конечно, молодцы. Вообще, они молодцы огромные. Родина, свобода, Путин! Родина! Мы победим! Слава великой России! Друзья, это поклонная гора, Москва. Сегодня 8 мая. Время героев. Вот это вот подбитая натовская техника объединенных фашистствующих стран НАТО, которая приперлась к нам сюда и теперь получили по рогам. Ну, все как было во время Великой Отечественной войны. Когда фашистовающий Запад, фашистская Германия приперлись сюда со своей натовской техникой. Ну, сейчас она уже называется НАТО, да? Но в реальности мы воевали со всем объединенным, коллективным, капиталистическим Западом. Вот. И сейчас мы наблюдаем то же самое, когда они идут на территорию СССР, приходят к нам сюда и получают по рогам. Вот. Кто-то еще будет говорить, что там Россия начала СВО. Нет, друзья. В 2014 году это именно США устроили оранжевую революцию, свергли законного президента Украины в 2014 году устроили оранжевый переворот и антиконституционный. И вот с 2014 года они нагоняют туда технику стран НАТО. И мы были вынуждены в 2022 году ответить. То есть только через 8 лет, через 8 лет Россия немножко смогла набрать силы и дать ответку всем этим фашистующим странам НАТО и Запада, которые агрессивно, как и во Второй мировой войне, да, объявили нам войну и лезут на нашу территорию. Ребят, вы делаете правильное дело, вы огромные молодцы. Но вы не забудьте, что 27 миллионов жизней Второй мировой войны единое отечество Украина в составе СССР. А по международному праву она до сих пор составит СССР. И если мы, народ, это признаем, просто признаем международное право на нашей стороне, американцы автоматически сваливают с Украины, потому что это нарушение международного права. Все, война прекращается в один день. Сарматы на Вашингтон. Вот тогда они заткнутся. Требуют смены колониальной конституции Ельцина на суверенную Путина. Это смысл этого референдума, в уничтожении Советского Союза. Вот те, кто проголосовали за этот вопрос, за вот этот бюллетень, они проголосовали фактически против Советского Союза. С девяносто первого в оккупации не пора ли нам разобраться за отечество силы немеряно? Дайте коням недодобрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Отчизна родная, сердцу дорого. Да не пристало нам сидеть по хатам. Дайте коням недодобрый меч. Было это, братцы, давным-давно. Предатели врагов пустили в наш дом. А мы не знали и не понимали, что войну холодную проиграли. Был врагам не писан закон, разорвали на части наш дом. А мы не знали и не понимали, что колониями стали. И полыхнули терема до хаты, заводы, ресурсы, земля все отнято. А нам было непонятно, к войне нас толкали брат на брата. Ой, что-то мы засиделись, братцы, с девяносто первого в оккупации. У оккупантов силы немеряно, дайте коням недодобрый меч. Брак хочет нас растерзать революцией, а мы изменим конституцию. Правду мы о ней узнали, в USAID ее написали. Подсунув нам коварный закон, враги и вассалы залезли на трон. С конституцией в короне, грабежи теперь в законе. МВФ, ФРС, USA, ЕС, ЦБ их слуга, олигархи в офшоре, платим им дань. Россия, колония. И все за нас теперь решают, пенсионный возраст НДС повышают, паразиты правят мир в огне. Наших братьев убивают на войне. Слишком мы засиделись, братцы, с девяносто первого в оккупации. У паразитов силы немеряно, тогда и теканям недодобрый меч. Враг хочет нас добить революцией, а мы изменим эту конституцию. И сгинут войны безвозвратно, когда исчезнут базы НАТО. Мы им верили, они сами взорвали башни, чтобы ворваться в Афганистан с опиумными полями. Лгали, что в пробирке химоружия, чтобы захватить нефтяные вышки в Ираке. Разрушили свободную, процветающую Ливию. Войны за ресурсы, госперевороты, грабежи. Хватит! Остановим все дозволенности победой на референдуме. И засияют небеса, по миру пронесутся голоса. Мы за мир, но если к нам с войною... Дайте коням недодобрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, с девяносто первого в оккупации. У паразитов силы немеряно. Дайте коням недодобрый меч. Враг хочет нас добить революцией, а мы изменим конституцию. И сгинут войны вместе с НАТО, когда мы станем братца-брата. Врагам нравилась Россия в девяностые, разграбленная ими, бессильно наблюдающая за уничтожением Югославии. Враги возненавидели Россию в начале двухтысячных, предотвратившую свой окончательный крах через Кьюстонский проект, не поддержавшую вторжения в Ирак. И не только. Враги ненавидят Россию, которая ведет освободительную борьбу. А мы проведем референдум по изменению колониальных статей Конституции и вернем нашему Отечеству суверенитет. Дайте коням недодобрый меч с девяносто первого в оккупации. Не пора ли нам разобраться за Отечество? Силы немеряно. Дайте коням недодобрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Отчизна родная, сердцу дорого. Да не пристало нам сидеть по хатам. Дайте коням недодобрый меч. Требуем референдум по изменению Конституции, чтобы вернуть Отечеству суверенитет и свободно жить и развиваться в справедливом безопасном мире. США и НАТО, пошли вон с территории СССР. КОНЕЦ